В 18 веке произведения Жана Антуана Гудона становились эталоном для подражания и копирования. Это самый известный французский скульптор эпохи Просвещения. Конечно, зрителям музея он более всего известен как автор гражданских психологических портретов во французском скульптурном искусстве. Это один из тех немногих скульпторов 18 века, которым была подвластна очень сложная техника ваяния из мрамора. Именно подобная работа представлена здесь в экспозиции Музея изобразительных искусств Республики Карелия. Работа называется «Спящая Ариадна». Это один из самых распространенных сюжетов в искусстве, начиная со времен Отечественной. Миф об Ариадне знают абсолютно все. И здесь представлен самый драматичный момент этого мифа, «Когда спящая Ариадна на острове Наксос остается одна, Тезей уезжает, и ее должен найти бог виноделия Дионисий». Этот сюжет был необычайно распространен. И сама формула расположения подобной героини была связана с созданием еще в античности надгробных памятников, которые замещались на саркофагах. А так как Жан-Антуан Гудон после окончания Французской Королевской Академии 4 года оттащил свое искусство в Риме, был в музеях Ватикана и видел копии подобных произведений с античных памятников, то, конечно, для него не составляло большого труда создавать произведения, которые практически один в один повторяли античные образцы. Но что отличает это произведение от античности? Это произведение 18 века, это так называемый классицизм, который пропагандировало французское искусство. Это совершенно иное понимание расположения фигуры, это иное понимание драпировок, создания особого движения в скульптуре. Если эту скульптуру вы обойдете вокруг, то вы увидите, что фигура Ариадны как бы закручивается по спирали. И начинается это движение со сложного переплетения ног, затем переходит в колени драпировки тела Ариадны и заканчивается вот таким удивительным изгибом ее руки. Если кто-то помнит статуи ночи, дня, утро Микеланджело в капелле Медичи во Флоренции, то это та самая реплика Медичи, которую стали использовать в таких подобных произведениях скульптуры Европы XVIII и XIX века. Здесь удивительно тонко показаны драпировки, это тоже техника, которая берет свое начало еще с античности. Удивительно показано лицо спящей Ариадны, и это еще такая гармонизирующая идея вечного сна, или сна после пробуждения, от которого начинается новая жизнь. Любуюсь идеальными пропорциями фигуры Ариадны, следует вспомнить, что Жан-Антуан Гудон – это именно тот скульптор, благодаря которому для обучения мастеров этого очень сложного искусства существует такая учебная скульптура, как «Экарше», с французского переводится как «Ободранный». Так вот, до занятий в Римской академии Жан-Антуан Гудон каждое утро посещал анатомические театры, или морги Рима, где сам репарировал трупы и изучал строение человеческого тела. Именно поэтому в подобных скульптурах у Жан-Антуана Гудона нет ни одной пластической ошибки. Они идеально точны и выверены с точки зрения человеческой анатомии. Это одна из немногих декоративных работ Гудона, которая была использована как интерьерная. И он как раз был мастером не только монументальных работ, скульптурных портретов, но именно таких работ, которые использовались в очень многих дворцах Франции и королевских столицах Европы для украшения королевских дворцов.